Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игрулечку, которая называется Blade Bound. Ну что ж, поехали. Идет загрузочка у нас. И с чего начнем? И вот что мне интересно. Что за жанр, я пока тоже не знаю. Нажмите, чтобы продолжить. Предатель уничтожил орден. Элитвар, древо мерздания, умирает под воздействием темной силы. Дальше не успел, ребята. Так, используем джойстик для передвижения. Отлично. Ух ты, ребят, мне даже ничего не надо оптимизировать. Вы представляете, у меня сразу все это, как говорится, на кнопочках. То есть, обычно я всегда в этих играх расставляю кнопки, но здесь все отлично просто. Слушайте, идет без глюков, без лагов. Идеально просто-напросто. Напоминает мне чем-то, ребята, игру Диабло. Ну, конечно, до Диабло ей далеко в идеале, но... Что такое? Использую свой особый навык. О-о-о, круто. Слушайте, а мне нравится. Такая довольно шустрая игру ли-то. Не дает раскиснуть. Правда, мы как-то начали... Ой, я это еще задухил. Эй! Оглушили мы их. Давай добивать. Шикарненько. Двигаемся. Так. Опа-на. Это кто еще? Что за дядя? Йо, просто, ребята, это босс. У-у-у. У него, смотрите, сколько здоровья внизу. Ребяточка, полосочка жизни у него. Ай. А где мое-то здоровье? Я не пойму. Вон там в углу, что ли, так он... По-моему, даже урон не наносит мне. Хе-хе-хе-хе. Сейчас я его заколбашу, ребята. Секунду. Так. Побегаем. Порезвимся маленько. Ну, тесак у него, конечно, будет здоров, да? Согласитесь. Хе-хе-хе. Черт, что такое? А! Ну-ка. Отбил, гаденыш. Упс. А что там за девушка прыгнула за нами? Мир разломлен. Последний хранитель исчез в пучине хаоса и тьмы. Но однажды во тьме он услышал голос, воздавший к нему. Мой голос. Хорошо. Так, мы упали в стрелах. Опа. Хе-хе-хе. Меч наш, да, прилетел. Че, мы продолжаем, что ли? Ага. Это значит, он сделал какой-то разлом следуя за магической эссенцией. Понял? Значит, короче, он сделал, босс, разлом какой-то. Мы в него упали и оказались с вами в лесу. Ясно, я понял. Ой, паучки. Это хорошо, ребят. Фу, да они ватные. С удара их крошу просто-напросто. Так, а это что еще за цветочек здесь? Хе-хе-хе. Минус не уже появится. Ладно, шутки сторону. Пока еще враги ватные, но возможно все вскоре изменится. Так, опять цветочек. Нам стрелочка показывает, куда нам нужно идти. О, и я так понимаю, ребята, будут у нас много всевозможных суперударов. Пока у нас с вами один суперудар. Это круговая, как говорится, атака. Плюс обычный удар. Ох, как бомбит. Ой, тихо, тихо, тихо. Это что за чудило тут вылез? Так, это какой-то у нас... Не знаю, кто это такой. Похож на дерево почему-то был. Так, забегаем. Ударьте сундук, чтобы открыть его. Да проще простого. Ух ты, что-то получили мы с вами. Подойдите к алтарю. Какому? Где? Где алтарь? Наконец-то я нашла тебя, хранитель. После стольких лет. Пора вернуться домой. На этот раз ты будешь не один. Так. Короче, у нас вселилась какая-то девушка. Призрак, я так понимаю, чего-то. Войти в портал. Победа. Вот так, ребята, начинается у нас игра. Плюс какая-то карточка у нас тут найдена. Уже много веков мир лежит в руинах, но магия все еще теплится в древе. Вместе с хранителем мы снова сразимся силами зла и отыщем артефакты силы. Восстановим элитвар и одержим победу над предателем. Хранитель, прошло много времени с момента твоего исчезновения. Мир изменился, тебе нужно подготовиться. В твоем инвентаре новый предмет. Угу. Так, нажми, чтобы открыть снаряжение. Понятно. Ага, вот сюда. Нажми кнопку, чтобы надеть или примерить эту вещь. Благодаря силе этого предмета ты получил новый боевой навык. Опробуй его в бою. А что за навык я получил? Я не вижу. Так. В бой. Ха. Тут, ребята, до хрена чего тут будет. Так, ага, поехали. Ладно, давайте посмотрим, что у нас за навык. И тысяча лет прошла с тех пор, как предатель уничтожил древо. Ну, это я понял. Единственное, что до сих пор не дает нашему миру погибнуть, это эссенция древа. Фрагменты, которые разлетелись по всей Эзури. Мы должны найти их. Первый фрагмент, цветок древа, находится в цитателе Эзуры. Но уже скоро темные силы предателя поглотят его. Хранитель, нам нужно поторопиться. Да не вопрос, елки-палки. Я вообще обожаю все делать в попыхах. Побежали. Нажмите, чтобы продолжить. Ой, используйте артефакт? Какой? А, сюда надо нажать? Понял. Слушай, ну неплохо. Я их тогда нахлобучил. Ага, ребят, это у нас типа испытание, да, здесь будет? Ясно, я понял. Значит, мы с вами здесь стоим в каком-то кругу, и на меня тут толпы демонов нападают. Так, войти в портал. Угу, заходим. Что, и все, что ли? Не может быть такого. Я требую продолжения банкета. А вот тебе и продолжение, ребята. Погнали. Найти путь к руинам Эзуры. Слушай, я думаю, что мне это легко удастся. Да? Так, тихонько. Ага. Грибочки-то эти, ребята, взрываются, оказывается. Поэтому нужно быть... Че это я такое? Нашел, видимо, какой-то меч. Ага. Так, понятно. Потом посмотрим. Грибочки-то вот эти, ребята, они взрываются. Ха-ха-ха. Так что надо быть впредь аккуратным. Ну вот сколько я, ребят, не дерусь, я не видел, чтобы у меня хоть немножко отнялось. Эээ... Может, я бессмертный здесь, а? Может быть, так уж и я тут бессмертный. Да нет, я вроде не знаю, ребят. Ну просто не хочу... Ой-ой-ой, ничего себе жучара тут. Эй, ватный. Так, еще один, что ли, меч нашел? Так, бомбим, бомбим их всех. Так, рубим. Налево, направо. Сосунки. Так, сундук. Что у нас здесь? Ага, смотрите, бутылочку получил какую-то. Победа. Ну, слушайте, пока все довольно легко и просто. Я получаю уровень 2, у меня 15 к силе, 50 к хп и энергия восстановлена. А это все, что я наполучал. Два одинаковых меча, плюс какая-то пробирочка непонятная для меня. Слушайте, ну вот эта картинка мне нравится, да? Ух. И я покажу тебе, как улучшать твои предметы. Открой инвентарь. Откроем. Нажми, чтобы открыть меню слияния. Выбери предмет, который хочешь улучшить. После завершения предметы, использованные для слияния, исчезнут. Угу, понял. Так, а что я сюда должен? Выбери предметы. Так, так и вот так. Выбрать. Слить. Вау. Воу, 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 тихо, 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 тихо. Хранитель не забывает улучшать свое снаряжение, чтобы выстоять в грядущих битвах. Пришло время найти сажателя Накал. Срази его, чтобы получить доступ к могущественным артефактам. Кого? Сажателя Накал? Завершить локацию 2. Так. Так. Жертвенные врата ведут в очень темное место. Цидотель Эзуры, логово сажателя Накал, которого также называют Безумным Императором. Он был одним из тех, кто предал Братство Хранителей и встал на сторону предателя. В награду предатель даровал ему бессмертие и приказал уничтожить цветок древа, который расцвел в Эзуре. Так как я единственный, кто может приблизиться к эссенции, демон не смог выполнить задание. Он решил запереть врата навеки, наложив на них магические печати. Похоже, тебе придется уничтожить эти печати. Угу. Даже так. И тут у нас, ребята, ага. Уровни сложности бывают, знаете какие? Нормальные, сложные и героические. Так что мы играем пока на изи. Хе-хе. Так. Ну, опять мы с вами начинаем в лесочке. Тихо, тихо, тихо. Блин, забываю все время. Слушайте, а по-моему не отнимают у меня здоровье. По крайней мере, я не вижу, чтобы оно тратилось. А значит, для меня это все вата. Или они такие слабенькие, что я даже не знаю. О, тихо. Скелеты пошли. Тихонько. Скелеты. Это уже, наверное, серьезный враг, да? Хотя, я бы не сказал бы. Так, а это что у нас такое? Ага, видимо, вот это вот и есть магические печати. Понял. Йохоу. Ха-ха. Полнейший, ребята, расколбас делаю. Полнейший. Не щежу никого. Так, еще одни печати. А сколько их всего? Не рассказано, не показано? Нет. Ничего. Никаких, ребята, подробностей нету про это дело. Поэтому кромсаем всех налево и направо. Мостик, это хорошо. Слушайте, ну она мне действительно напоминает, ну, упрощенную дьявол. Так, эхо ты. Какие-то черепки тут вылетели. Даже не вылетели, а получерепок, полупаук, что-то такое. Сажатель Накл, значит, да? Безумный Император. Так, тихонько. Это у нас будет здесь такой вот босс. Ну, может быть, не здесь, но факт в том, что мы должны покарать его. О, сундучок. О, получили костюмчик новый. Победа. Слушайте, ну, костюмчик-то обязательно нужно, мне кажется, примерить. О, даже еще что-то там получили. Мне кажется, что вот это и есть Император, да? А может быть, нет. Так, получить 4000 голды. Задание разблокировано. Ага. Это уже хорошо, ребята. Так, и что мне полагается за это? Пока не вижу нифига. А, возвращайтесь завтра? Нет, ну тут-то есть же. О, получен один какой-то самоцвет, по ходу дела. Так, ну что нам дальше-то? Давай, наверное, посмотрим, что мы с вами нашли в инвентаре. Так. Броньку. Ага, мы можем надеть с вами. Это у нас надето. Вот это новая. Токсичная сфера. Слушайте, это стихия природы. Давайте, наверное, мы с вами оденем. Погоди-ка. Нет, это не то. Так, а это у нас просто... А, стихия света. Наносит 240 урона. Слушайте, ну это-то как-то дает больше здоровья. О, как я выгляжу, как друид, е-мое, прям. Так, а здесь, в принципе, цена одинаковая. О, пачки. Теперь у меня будет какой-то ледяной. Так, прыжок тысячи слез, оказывается. Немножко даже странно, да? У нас получается броня лесная, а амулет водяной. Ладно, будем смотреть, что у нас из этого с вами выйдет. Тут, кстати, смотрите, события, испытания. Арена даже здесь будет. Ага. Третий этап у нас. Узри, в этой цитадели покоятся правители Изуры. Сажатель Накала и его проклятые слуги нарушили их вечный покой. Я чувствую, что тебе предстоит встретиться с восставшими из мертвых воинами о скверненной крепости Инглафис. Как видишь, они называются проклятыми не просто так. Ну, это понятно, само собой. Вы имя Древо, хранитель меча. Я узнаю эти доспехи. Даже мы, рабы сажателя Накал, знаем легенду о гибели Древа. Убей его, убей демона, просит меня какая-то девочка. Ну, разве я могу отказать девочке? Тем более, она в рабстве у этого императора. Естественно, я буду их сейчас наказывать. Так, что такое? Найти вход в цитадель. Да элементарно. Слушай, ребята, а мне нравится вот эта вот аура, которая сейчас бомбанула во все стороны. Причем ядом. Вам не хухры-бухры. Ай! Слушайте, отнимается здоровье. Отнимается, я уже думал, что я бессмертный. Не шиша. Вон, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но отнимается. Так что все нормально. Я уже думал, может быть, игра какая-то у меня ломаная. Нет, все по чесноку. Опса, хорошо-то как, а? Нахлобучаем, ребята. Но согласитесь, вот эта вот вспышка. Так, тихонько, тихонько. Не надо, не надо выделываться. Слушайте, я понял. Ребята, мы с вами, когда деремся, выпадают красненькие сферы. Когда я их поднимаю, у меня... Оу, костюмчик нашли. У меня сразу же восполняется здоровье. А вот это хорошо. Так, мы с вами заходим, видимо, в какие-то катакомбы. Так, ребятули, тихонько, не надо выделываться, пожалуйста. Не надо. Оп, видите ли? Только что сферку, ребята, поднял красную. И сразу же все здоровье у меня восполнилось. Отлично. Это просто великолепно. Слушайте, а самое интересное, что мне не нужно здесь прыгать за каждой кучкой денег. Они автоматически сразу сами берутся. А это хорошо. Я обожаю игры, где не надо поднимать лут. А он автоматически к тебе сам идет. Это плюс. Это очень большой плюс в этой игре. А то я как вспомнил дьявол. За каждым мешочком надо идти, поднимать, сортировать, выбирать что-то там. Ой. А здесь бомбишь просто налево и направо этих зомбарей мертвецов. И все деньги, и весь лут идет к тебе. Участвуй в лотереи и выигрывай уникальные предметы. Первый раз за мой счет. Ага, спасибо тебе большое. Давай-ка я посмотрю, что ты мне можешь... О, ребята, а здесь... Хм. Слушайте, прикольно. Прикольно сделано. Ха-ха. Ну, давай что-нибудь такое эпичное, эпичное. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ох ты. Ох ты. Что это такое? Сокрушительный удар тени. Рассекающий удар, наносящий 100% урона от стихии тьмы. Если вы смогли поразить хотя бы трех врагов, все противники вокруг будут оглушены на полторы секунды. Слушайте, мне нравится. Да, я его одену. Почему бы нет? Так, ну-ка давай глянем, где он? Ага, вот он. Слушайте, ну он 260 атаки и выглядит так эпичненько. Новый костюмчик у нас. Ну я, елки, прям ассасином стал сразу же. Так, погоди-ка секунду. А где этот? По-моему, мы с вами... Этот не надели. Ё-моё, как он называется-то? Сокрушитель, который только что нашли. Где он? Надо его обязательно... Так, секунду. Вот. А, надо нажимать кнопку надеть. Всё, я понял, ребят. Так, меч убираем. Вот это одеваем. Хе-хей. Вот так-то. Смотри, какой я стал, блин, амбал. И у нас с вами четвёртый уровень. А-а-а, хранитель, разведчики, не ошиблись. Вот он, сажатель на кол. Ты ничтожная букашка. Почему ты решил, что можешь победить предателя? И я посажу тебя на кол, и твоё тело будет служить напоминанием другим о том, что я не терплю подобной дерзости. Как убить бессмертного? И использовать его слабости, конечно. Чтобы жить вечно, сажать рули на кол необходим фонтан возрождения. Уничтожьте его, и демон лишится своих сил. Спасибо тебе, девочка, за информацию. Ну что же. Я не понял. А мы уже к боссу идём? Погоди-ка. Не может быть такого. Так, смотрим. Что это такое? Стихия вашего оружия тьма. А-а-а, природа устойчива к тьме. Свет уязвим к тьме. Я понял, ребята. Тонкий намёк, так сказать. Ну. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. А-а-а, понятно. Вы наносите только 50 урона. Всё. Я врубился. Что они мне хотят этим сказать? Враг нейтрален к стихии вашего оружия. Вы наносите 100% урона. Понятно. Враг уязвим к стихии. То есть, вообще, судары, на 200% бомблю. Хе-хе. В общем, ребята, я понял этот урок. Который нам сейчас продемонстрировали. То есть, определённые стихии имеют преимущество над другими. Так, ну что же. А мы с вами продолжаем наш поход. Найдите фонтан возрождения. Да по. Ещё, ребят, какой-то. Маленький костюмчик мы с вами нашли. Шикарно. Опс. И сферу какую-то. Так, ну-ка иди отсюда, скелет. Да они ватные, ребята. Все абсолютно ватные. Так, здесь ничего не действует. Ух. Вот это зашибись. Вот это раскромсон сейчас был. Опс. А, нормулька. Ну что ты там свои копейчики бросаешь? Так, тихо. Это что такое у нас? А, это, ребята, и есть, наверное, фонтан. Ага, первый тотем уничтожен. Видите, кровь сразу перестаёт течь. И, значит, он как вампир. Питается кровью. Мы уничтожаем в данный момент эти сосуды. Логично. Мне нравится. Ход мыслей. Так, куда тут? А куда идти? Обратно, что ли, возвращаться? Не понял я маленько. Ага, всё, врубился. Тут ещё один у нас проходик появился. Так, я вижу, ребята, вон она. Это, как говорится, сфера. Не сфера, а тотем. Сейчас мы его уничтожим. И кровь перестанет течь. Да. Ну что же, ребятушки. Получается, что мы с вами... Убейте оставшихся стражников. То есть фонтан мы с вами разбомбили. Я так понял. Ну, значит, босс будет смертный. Так, сундук и... Какой-то меч получаем с вами. Ну что же, очередная, ребят, победа у нас. И... Так, ну какой-то костюмчик не особо хороший. В общем, ребятушки, мы с вами стартовый пакет. Нет, спасибо большое. Я понимаю, что он стоит всего 35 рублей. Но я думаю, что без него пока обойдусь. Давайте-ка заберем с вами реворд. Ага, 750 опыта. Спасибо большое. Здесь собираем гемы. Ого. Даже два гема мы собрали. Так, здесь пока ничего нету. Ну и все. Давай зайдем в инвентарь и посмотрим, что мы с вами нашли. Это у нас надето. Мы нашли с вами меч, но он слабенький. И костюмчик новый. Вот он. Как он хотя бы... Ой, выглядит-то как-то... Круговой рассекающий удар. 240 урона от стихии сила. То есть просто сила. Нету даже никаких света, тьмы или еще что-то. А это у нас... Падающий осколок ночи. Ничего себе, 390% урона от силы тьмы наносит всем повреждения. Тьфе. Да я сейчас босса этого разорву в хлам просто-напросто, ребят. Так, вот он, да? Ну что же. Я думаю, пора его навестить. Сосунка этого. Почему ты не можешь просто умереть? Вы как тараканы. Один да останется. Хочешь занять мое место? Так, глупец. Без заступницы ты всего фанатик, поклоняющийся давно забытым богам. Демон не знает, что я выбрал тебя. Он думает, что у тебя нет ничего, кроме меча и чести. Пусть он остается в неведении. Нам будет проще заполучить цветок. Приготовься, хранитель. А, мы, короче, идем на хитрый подлый трюк. Выбор комплекта позволяет вам менять снаряжение до начала битвы. То есть, он демон, да? Я так понимаю, он тьма. Слушайте, нам нужно тогда найти что-то другое. Это у нас свет. Что ж тогда мне делать, прикажете? Мне нужен стихии леса. Но у меня такого нету здесь. У меня свет, тьма. Но есть обычный. Так, а здесь? Вот, наверное, да? Я так понимаю, вот это вот же лес. Лес. Ядовитая сфера. Так, хорошо. А здесь? Подожди, подожди. Вот, прыжок. Но если только так идти. Конечно, по оружию я очень сильно проигрываю. Так, секундочку. Надет. Ну, надет, да. Это у нас... Нет, но свет, по-моему, проигрывает, да? У нас тьме. Да, проигрывает. Поэтому не будем мы, ребята, менять с вами. Поехали. Посмотрим, что это за босс такой. Император. Сажатель Накл. Ага, мне еще до него добежать надо. Понял. Конька. Так, сейчас мы с этими костяшками разберемся по-баленькому. Так, отлично. Интересно, а зачем нам деньги? Мы что-то будем покупать? Ну, а почему бы и нет, в принципе, да? Может быть, нам придется прокачивать наши суперудары и так далее. Воу-воу-воу. Это что такое? Это какой-то большой был скелет сейчас. Ох ты, нифига. Ребят, смотрите, костюмчик мы такой с вами подобрали. Он мне чем-то напомнил какого-то персонажа из игры Mortal Kombat. Ну, давай, давай, давай. Давай, подходи, все по одному. Так, опять здоровый, ребята, вышел скелет, вон. Идет за мной, гад. Рассыпался, сосунок. Так, второй рычаг. Да что ж ты будешь делать-то? Все вылазит, вылазит. Так, все, что ли, мне можно идти дальше? Да, смотрите-ка, можно идти дальше. Фанатики какие-то... Опа! Ого! Ребята, вот и босс, босс. Фигант псих. С такими этими. Так, ребят, смотрите, он выдыхается. Ага, все, я понял, кажется, стратегию. Мимо. Слушай, эти скелеты тут доставучие. Хорошо, что они ватные. Смотри, вот он идет, вот он машет, 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 машет. Он сейчас, по-моему, выдохнется и будет отдыхать. Вот в этот момент нужно его колбасить. Ага, я был прав. На-ка, получи, гад. Слушай, ну здоровье у него нормуль. Так, смотрите, внизу полосочка красненькая. Но он ничего мне не делает. Ну, давай, 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 давай. Кстати, там... Оп, 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 оп. Ну, добиваем. Все, ребят, добиваем его. Еее. Ого. Голову, что ли, мы... Мы, по-моему, голову его взяли, отрубили ему. Ну, что же, победа. Деньги. Ох ты, костюмчики какие, а. И голова. Хе-хе-хе. Этого сажателя Накл. Да выеживался, е-мое. И пикнуть не успел. О, смотрите-ка, у нас открылась арена. Потом испытания еще будут. И будут события. Слушайте, ну... Решайте сами, ребята. Как, стоит в нее вам играть или не стоит? Мое дело было сегодня ее показать. Ох ты, ну, народу здесь хватает. Посмотрите сами. Вот, статистика ареновская. То есть, люди играют. Ну, что же, я могу сказать вам только одно. Вперед, за мечи, за амулеты, за шмотки. И ныряйте в эту игру. Ну, а я на этой позитивной ноте буду завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Еще раз напомню, что игра называлась Blade Bound. Так что всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Субтитры создавал DimaTorzok